Есть такая книга дома? Нет, нету. Мы провозвращаем великую милость Божию, что Христос умер и воскрес для прощения грехов каждого, кто придет и склонится в покаянном поклоне и будет просить у Бога со слезами и жить по заповеди Божией. Тогда тут караулить не буду, еще уже их разбрать не с. Потому что это страшное наказание блудникам ждет в аду вместе с сатаной гореть. И мы сюда пришли, чтобы людям рассказать об этом. Здесь Содом и Гаморра. Мы узнаем из Евангелия, что Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес на третий день. И всех зовет к покаянию, чтобы мы жили для Бога, не для разврата вот этого ковчат рулетки. Жили по заповедям Его, видели нужду ближних и помогали. Для Бога жили. У нас самое главное – это рождение свыше от Бога и быть Вадимом Духом Святым. Люди, которые не знают этого, они утопают вас здесь, погибают. Вот если у вас есть желание узнать больше, вы два слова запомните, только два. Игнатий Лапкин – это я. И в скайпе зайдите, и я вам все ресурсы скину. Мы строим деревню православную, где нельзя пить, курить, материться, воровать и лгать. Вам было бы очень это интересно и полезно. Увидели, как у нас в храме идет служба, как одеты женщины. Я вот начальник детского лагеря был 45 лет. Как воспитываем детей. У нас тут были из Казахстана, из Киргизии. Мы молимся, славим Бога. Он придет судить этот мир. Другого имени нет под небом, кроме Иисуса Христа. Никто не умирал за человека. Никто. Каждый за себя и грехи умирает. А Иисус – это второе лицо Троицы. Он умер за нас, родившийся Девы Марии. Понес раны наши на своем теле. У вас, может, какие-то вопросы? Если вы поближе к микрофону, плохо слышно. Откуда идти? Я нахожусь в городе Барнауль, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Да, да. Вот, если какие-то есть вопросы у вас про душу, как спасти ее, чтобы после смерти не оказаться с сатаной в огне, а быть со Христом в Царстве Небесном, вы можете задать вопросы. Хорошо, спасибо. Ну, ладно, заходите по скайпу, Игнатий Лапкин. Скайп. И там вы меня найдете. А если во Свете Библии, во Свете Библии канал, вот в Ютубе, у нас большой канал, 17300 роликов наших, не чужих. Ну, с Богом. Как вас звать-то? У меня? Да. Это век. Вас да благословит Господь. Да приведет познание истины и сохранит и родных ваших. С Богом. Да, вот смотрите, я спрошу вас. У вас дома такая книга есть? У меня, я православный, у меня у родителей есть много Библии. Так у меня тоже православная вера-то. Мы одинаково верим. А как вы православно верите, если вы сидите в интернете? А что, интернет разве безбожники изобрели? Ну да. А кто его изобрел, интернет, тогда назовите, если знаете. Но люди изобрели его. Ну, я знаю, что не собаки, не козлы. Конкретно, называйте. Если не знаете, скажи, не знаю. И сегодня будешь знать, я вам отвечу. Кто изобрел интернет? Я не знаю, ответь мне, пожалуйста, пожалуйста. Слушай, Тим Бернер Сли. Он живой еще. И мы за него молимся каждый день. А кто изобрел телефон? Мартин Купер. А кто изобрел рулетку? Пятнадцатилетний пацан, двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, одни двойки, говорит, экзамены не сдать. Стал думать, и вот это придумал, всех блудников сюда сейчас сатана свел. Содом и Гаморра. И мы пришли сюда, православные люди, проповедники, чтобы рассказать, что Иисус умер за грехи людей. Ждет с покаянием. Чтобы начали жизнь новую через крещение. Если есть... Патя, извините меня, перебью вас. А вас как зовут? Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнол, Алтайский край. И мне восемнадцать первый год. Игнатий, нифига себе. Восемнадцать первый год? Да. И вы еще в интернете соображаете? Так вы мою жизнь проживите. Обо мне поставлен документальный фильм, занявший первое место в России. Вы зайдите на наш ютуб-канал. Называется «Во свете Библии Игнатий Лапкин». У вас еще ютуб-канал есть. Канал. Да какой канал? Такого нет больше нигде. Семнадцать тысяч триста роликов наших. Нихуя себе. Мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Я начальник детства... Это здоровье, что получается? Да, послушайте. Мне Господь позволил много лет вести занятия в пяти университетах. У меня вышло 38 книг, томов, книг. И Господь мне на сердце положил, Бог, книги подарить библиотекам, они бедные. Из Барнаула мы доехали до Владивостока, а потом доехали до Лиссабона, Португалию. Прошли Скандинавию, Прибалтику, Север и Турцию. Шестьсот пятьдесят городов. Я везде дарил один комплект, стоит семьсот пятьдесят евро. На тридцать пять миллионов подарок сделали. Больше этого никто никогда не сделал и не сделать. А на Сахалине были бы? Я служил там, подальше маленько. Нет. Я вот на Сахалине нахожусь. Но я на Камчатке, на Камчатке, полуострове. Так вот, смотрите, если человек не верит в Бога, он пойдет в ад. Верующий в Бога имеет жизнь вечную. И мы для этого пришли, чтобы познакомиться со Христом. А там все в Евангелии написано. Какой бы ты ни был грешник, скажи, Господи, я согрешил. Пойди в церковь, к священнику, исповедуйся. Вот если вас интересует это, вы зайдите на наш YouTube-канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Вы там найдете все. А если зайдете в сайт, через Google сайт, то там все мои книги, там фильмы у нас снятые. Вам будет очень интересно, как мы можем... Один год, и вы знаете, что такое YouTube-канал? Вы не знаете, с кем разговариваете. Начинайте спрашивать. Когда в прошлые годы, тогда еще, еще интернета не было. Мне надо было распространять. Я насчитал Библию, насчитал на пленке, на катушке. Каждая катушка 375 метров. Звучание ее 8 часов 20 минут. Я насчитал Библию, это 11 кассет. И еще 50 книг насчитал голосом. Первый в стране я распространил, насчитал архипелаг ГУЛАГ Солженицына и брал интервью репрессированных. И меня посадили. Я только в 87-м году освободился. Пять тюрем прошел и лагерь. Я еще ни одной таблетки не съел. И поэтому я сотрудничаю с местной тюрьмой. Помогаю заключенным встать на ноги. Я в университете, в 13 школах занятия вел. Во всех отделах милиции, воинских частях. Я нигде ни рубля не получаю, ни за что. Я все для Бога делаю только. А кушаешь ты на какие деньги? Пенсия, которая за 35 лет трудового стажа, я технический строитель. До армии работал прорабом в органах МВД. МВД. И мне пенсию назначили 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Офигеть. Не ругаться только. Ни слова. Я без натов. Потому что вам завтра будет стыдно. Скажите, что ж я делал-то? Вам Бог дает сегодня такой шанс услышать о Боге. Вот если у вас есть сайт, сайт. Это в скайпе, в скайпе сказать, в скайпе. И в скайпе вы зарядите два слова. Игнатий Лапкин. И вы на меня выйдете, я вам все материалы скину. Скайп. Игнатий Лапкин. Я один на весь интернет с этим именем. И мне пришлось 9 лет сидеть и сдавать книги. Больше 30 тысяч часов провел за компьютером. Игнатий, а сколько у вас подписчиков? 42 тысячи. И просмотра 42 миллиона. Офигеть. И что вы хотите сказать с рекламой? Вы не зарабатываете? Ни рубля никогда нигде не зарабатываю. Я все отдаю для Бога. Администрация там, кто работает, они, может, что-то знают. Я не знаю. Я только материалы даю. Встречаюсь. Если вы ведете YouTube-канал, вам должно быть, по идее, вам должны писать в личку и комодатели, которые... Я ни рубля не получаю, даже если что-то там есть, я не касаюсь. Вот я пошел сейчас, когда напала Роспотребнадзор. 45 лет я начальник детского лагеря. И 3 года плюс. В ином формате. 48 лет. Без помощи государства. Тысячи детей подняли. И не рубля от государства. Ни у меня, ни у обслуги. Нет, это понятно. А вы на YouTube могли поднять больше денег. С вашими просмотрами. У вас просто, видите, у вас есть YouTube-канал, у вас есть 45 тысяч просмотров. От этого идет реклама. То есть вы можете этим зарабатывать. Мне не надо. И когда лагерь стали сейчас образовывать, мы в музей, мне говорят, главное, чтобы губернатор грант там нас поставил. Я говорю, мне как раз денег не надо. Я хочу доказать, бесплатно можно поднять страну. Строим деревню. 21 тысячи исчезли. Где нельзя пить, курить, материться, воровать. Дети беспризорные. Как министр внутренних дел Нургалиева говорит. 3,5 миллиона. Вот я лагерь образовал, а у меня ничего нету. Сами построили все. Дети интересно занимаются. Умеют все делать. А кормить чем их? Повторите. Кормить чем детей? Лагерь-то можно построить. Чем кормить? Не построишь. Построили бы. Он один. Один на всю страну. И вот заметьте. Послушайте. Послушайте. Я делаю. Дело-то не в углу делается. Вот мне нужно огород. Поливать надо. Я иду у нас тут станкостроительный завод. Они мне сразу дали этот насос. РТИ. Резинотехнические изделия. Дали шланги. Люди все помогают. Которые понимают, что это такое мы делаем. Понимают. И поэтому мы поехали, когда в путешествие такое длинное, а денег-то нету. Я помолился, у меня живая связь с Богом. И уже к вечеру поступил звонок из Калининграда. Дмитрий Булкин. Вам деньги нужны? Я говорю, откуда вы знаете? А я слышал. Я говорю, я на книге когда-то думал, где-то издал. Я уже больше не занимаюсь этим. Издательская деятельность моя обошлась примерно в 55 миллионов. Это кто-то где-то помогали. А я книги отдал. Видели, их в библиотеке у Путина стоят. Самые знатные люди. В Москве есть в библиотеке Ленина мои книги. В исторической, в парламентской. Все государства Европы прошли. И это все Бог делает. Человеку это нельзя сделать. Мы встречаемся с мусульманами. У нас хорошие отношения. Прошли шесть мусульманских республик. Да речь идет не о смерти, а о воскресении. А как вы считаете, после смерти мы дальше продолжаем жить? Вы выйдете, я вам скажу. Потому что я пришел с великой радостной вестью. Посмотрите. Я не просто пришел, а вооруженный. А разве верующие люди... Так, вы не слышите? Не слышите? Вам выдается сегодня возможность услышать о воскресении. Что за гробом есть? Я вам на все вопросы отвечу. Только вылезьте оттуда. А я никуда не залазила. Ну, так, значит, а сиди там под столом, как таракан какой-то. Материться начнете. Вы же боговерующий. Почему вы такой грубый? Я сказал, вылезьте. Прошу вас. Грубый, грубый. Зачем вы хитрите-то? Прячетесь от чего? Это рулетка для блуда создана. Тут нормальная мусульманка ни одна не зайдет сюда. Это русские тут. Скажите, а вот как вы относитесь к дрочерам? Вот мужчины тут все чем попало занимаются? За время перестройки в России женщины сделали 120 миллионов абортов. Государство сгноили в утробе. Ужас, ужас. Ничего себе. Так много. А как вы думаете, с чем связано такое количество абортов? С безбожием. Больше ни с чем. Ни с Путиным, ни с Ельцином. Безбожие. Смотрите, а если, например, женщин не нечем кормить детей, она поэтому делает аборт. Разве она не безбожна? Почему она эти аборты не делает в Саудовской Аравии? Ее сразу казнят, как убийцу. А в Саудовской Аравии запрещены, да? Запрещено. Намертво. В Российской Федерации только один глава администрации запретил. Рамзан Ахматович Кадыров. Скажите мне, у вас была жена в жизни? Так, вылезьте оттуда. Будем разговаривать тогда. Вылезьте, нормально. Нормально, лицо было видно. Я вам все расскажу, на любой вопрос отвечу. Вот так, вот так, не уходите, чтобы я видел, с кем разговариваю. Так это я и есть. Ну, я знаю, что вы. Ну, еще я буду разговаривать, клок волос. Вы пожалеете, что не вылезли. Вы пожалеете. Я вам сейчас скажу данные, где вы получите от нас все сокровище. Какое сокровище? Так вот, вылезьте, я вам покажу, которого нету нигде больше. Ой, вы такой злой. От вас идет... Я вам показываю, показываю, выходите. Вы не ждите, кто по головке гладит самоубийц. Мы вам рассказываем о том, что есть. Сегодня, ежедневно, в Российской Федерации 20 тысяч абортов делается. Ежедневно. Ежедневно? Ежедневно 20 тысяч. Еще раз говорю. Не может такого быть. Вот, что значит неверие сделал? Это статистика показывает. А где вы такую информацию взяли? Точные данные показаны. Сколько при Горбачеве миллионов убито, сколько при Ельцине. Все подряд. При Черненко, при Андропове. А почему вас волнуют аборты? Почему вас не волнуют, например, низкие пенсии? Волнует, что люди не верят в Бога. Я просто говорю, люди самоубийцы. И муж одобряет. Почему это? Да потому. Я верю в Бога. Я верю в Бога. Если верите в Бога, вы не должны даже слова говорить, когда мужчина разговаривает. Жены ваши в церквах домолчат. Учить жене не позволяют не властвовать над мужем. 86% разводов сегодня в Российской Федерации. Три года. Женились. Через три года 86 из 100 разводов. Скажите, а если муж мудак, нужно подчиняться ему все равно? Вы вылезьте оттуда. Еще раз говорю. Я прошу вас уже раз 20. И вы все равно на своем стоите. Какая же вы жена? Да, я очень плохая жена. Ну все. Я даже недостойна, чтобы с вами разговаривать. Вот так. Ну выйдите. Господь даст вам великая радость.